Доброго времени суток моя семья, моя интернет семья, все кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Сейчас распускается шалфей, посмотрите как красиво, боже, как у нас красиво, это нечто потрясающее. Прошел небольшой дождик и все-все-все просто на глазах стало распускаться, приниматься. В ближайшее время посмотрите какой у меня шалфей красивый, это декоративный для чая, вот это шалфей для чая, тут тоже для чая, дальше второй куст, вот тут тоже лечебный. Посмотрите какая красота, но после дождя видите маленькие-маленькие всходы травы, мне опять надо будет сапать, сапать, сапать. Рэмми вон постелила, она не хочет загорать, вот она сюда выходит. Сегодня вывалилась в грязи, да, охранница моя, вон она охраняет, если кто придет, она тут как тут, вон как дождик прошел хорошо. Посмотрите как хорошо дождик прошел. Сейчас вымету отсюда все, все-все-все лужицы небольшие. Небо какое красота необыкновенная. И наблюдаю сейчас розочки вот-вот будут раскрываться, будем смотреть все вместе за розами, как они друг за дружкой начнут раскрываться. Вот тут уже вторые, третьи, четвертые, уже на подходе, там и третьи, и четвертые. Сейчас я вас поприветствую в зеркало. Так, так, вон у меня водичка тепленькая от солнца нагрелась. Хотя у меня солнечные батареи везде, и вода в любом случае у меня такая горячая идет периодически. Итак, дорогие мои, я вас всех приветствую, я вас всех люблю. Сегодня замечательный день. И написала мне одна женщина, что она живет в многоэтажке, и она в центре большого города. Негде и некогда ей ездить, собирать травы. Что я могла бы из своих запасов рецепторных посоветовать по очищению. Вы знаете, я бы вообще вам посоветовала приобрести библиотеку Неумывакина, библиотеку Болотова, библиотеку Миронова. Это мне нравится, это книги, на которых я вот многому научилась, что я использовала. И, конечно же, советую вам. Ой, как красиво! Не передать. И плюс эти певцы спевают. Хтось нудьгуе, нудьгуе, а Кэтрин Докс протюе. И возвращаемся к нашему кишечнику. Вы спросили меня именно про кишечник. Что делать? Ну, например, вот зимой. Сейчас у меня, конечно, много вариантов, как я чищу. Я показываю вам и куркуму, и это. Я сейчас именно таким способом. Кровь сейчас я и сосуды чищу. Но, а когда кишечник? Вообще начинать надо всегда с кишечника. Сначала прочищаем кишечник, желудок, все. А после этого переходим на кровь, на сосуды и так далее. Самый простой способ при помощи гречки. Это еще в книге Миронова я читала. Вот именно у него. Так, смотрю, как у меня принимается все. Или не принимается. В его книге вы найдете. Там для восстановления функций кишечника в течение недели нужно кушать гречневую кашу без соли, без сахара, без масла. И запаривать ее либо на ночь. Это одна чашка гречки на две чашки воды. Один к двум. Либо кефиром на ночь. Не варить. Дальше, если вы хотите какие-то фрукты или овощи съесть, то только через два часа после кашки. Вот гречневой кашки. Вообще гречневая каша, конечно, это очень полезная вещь. Смотрите, вот эти вот собачки так называемые, как мы их называем. Здесь они у меня ярко, 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 красные. А здесь прям алый. А здесь вот у меня сейчас вот такие фуксии, цвет фуксии. А вот эти вот такие оранжевого цвета. И вот они у меня, видите, здесь вместе. Они прям настолько сплелись, что я не знаю, как их рассадить. Каким образом. Вот тут вот еще одни на выходе. Ну, буду что-то делать, буду что-то думать. Что-то допридумаем. Так, ну что, на второй этаж пойдем, на море посмотрим. Нет, море мы отсюда не увидим, но мы увидим прекрасное небо. Посмотрите, какие тучи. Конечно, я рада. Кто-то скажет, что рада, конечно, рада. А как же? Как не радоваться? Когда не надо ничего заливать, когда все залито, когда все уже сделано замечательно. И ты можешь заняться другими своими обязанностями. И вот смотрите, от токсинов, как очистить кишечник, еще они, Миронов, рекомендуют медовыми клизмами. Там растворяют одну столовую ложку меда в одном стакане воды, кипяченой комнатной температуры, то есть остуженной. И добавить одну столовую ложку лимонного сока. И вот эту вот задержать жидкость на 10-15 минут. Вы знаете, вот такое сочетание мягкое, да, мед и лимон, это все равно, что делать клизмы из соды, содовые клизмы. Вот суть одна и та же, ощелачивание. Что лимон ощелачивает, что сода. Поэтому здесь Миронов полностью сходится с Неумывакином. И вообще смотрю, когда я таких профессионалов, знаете, я вижу у них очень много общего. И как и Болотов, что он делает? Он делает квас, вот этот квас. Ну, а я пробиотики. Сейчас буду интересный рецепт в ближайшее время делать. Если не забуду, включу. Думаю, что не забуду, включу камеру и покажу вам, как я это делаю. Квас. Пробиотический. Точно так же для чистки кишечника, для укрепления иммунитета, для удаления токсинов. Это сказка. Дальше там про запоры тоже. Для удаления запоров тоже Миронов советует делать микроклизмы. Но все равно вам понадобятся отвары трав. Одна часть корневища бодана, корневищ и корней девесила, корневищ и корней радиолы, корней цикория. Сейчас цикория полно будет везде, по всем берегам рек и озер. У нас озеро, я собираю на берегу озера. И здесь есть цикорий. Главное не собирать корни по дороге, по обочинам. Нельзя собирать никакие травы. Абсолютно. Вы скажете, ну корень, какое он имеет значение? А вот такое имеет значение. Всходит, трава поглощает все сверху. Все сверху поглощает и все уходит в корень. И вся сила в корне. Вся сила в корне. Все, что сверху поглотила травка, все пошло в корень. Дождик прошел, все опустилось в корень. И там токсинов будет масса. Вот почему я никогда не советую покупать травки там, где вы не знаете, где их собирали. Это очень важно. Вот так травкой можно и отравиться. Итак, вот эти вот все травки, которые я сказала, чтобы приготовить отвар, нужно залить одну столовую ложку измельченного всего сырья, который я продиктовала, одним стаканом кипятка и настаивать в термосе в течение двух часов. Вы скажете, сколько сырья? Я же сказала, все по одной части. То есть, если берете по 100 грамм, 100 грамм того, 100 грамм того, 100 грамм того. Если 50, 50 грамм того, 50 грамм того, 50 грамм того. Ну и так далее. То это называется по одной части. Потом процедить настой и добавить в воду для клизмы на полстакана 100 мл. Две столовые ложки настоя. На 100 мл, да, где-то так. Вы поняли, да? Отвар делать, одну столовую ложку сырья, залить одним стаканом кипятка. Настаиваем в термосе, ну, примерно 2-3 часа. Потом процедили настой, добавили в воду для клизмы на полстакана воды 2 столовые ложки вот этого настоя. И еще раз повторю, на полстакана воды 2 столовые ложки этого настоя. Все это изумительные микроклизмы. Просто изумительные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...